Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-Банка с новыми преимуществами. Теперь с кэшбэком за все покупки и бесплатным снятием наличных. Перед началом видео хочу сделать небольшое, но отличное объявление. Наконец-то нас стало 100 тысяч человек. Я хочу поблагодарить каждого, кто смотрит за нашим каналом, кто нас поддерживает, ставит нам лайки, подписывается и оставляет свои комментарии. Скажу честно, об этой отметке я мечтал с молодости хоть где-то увидеть это знаковое число. И вот сегодня это свершилось. Что хочу вам сказать? На этой отметке мы не останавливаемся, а только начинаем и впредь будем покорять новые вершины. В моей голове много мыслей, которые я обязательно в дальнейшем реализую. Как минимум 100 тысяч человек осведомлены о том, как вас могут обманывать блогеры, какие есть мошеннические схемы и как на это не попадаться. Мы делаем большое дело и на этом останавливаться точно не собираемся. Я знаю, не у всех все получается в начале пути. И, к сожалению, многие на этом этапе опускают свои руки. Но этого делать не надо. Надо идти до конца. Потому что у меня у самого не все всегда получалось и даже по сей день не получается реализовать то, чего хочу я. Слушайте свое сердце и всегда верьте в свои силы и возможности. Я ни рубля не вложил в рекламу данного канала. Все своим трудом и потом. Значит, все получится и у вас. Ну все, больше ваше время занимать не буду. Всем спасибо. Ну и мы принимаем ваши поздравления в комментариях. Хорошего просмотра. День прошел, число сменилось. Нихуя не изменилось. Я как удивлялся с происходящего в российском медиаполе, так и продолжаю этому удивляться. Казалось бы, хуже уже точно не будет. Потому что хуже некуда. Но некоторые индивиды пробивают очередное дно. Мерзкий даже у Тимэлстрой раздает миллионы налево и направо. Брея других стримеров на лысо. И речь не только о волосах на голове, но и о бровях. Друг Литвина Суба, как рекламировал скам, так и продолжает это делать. Только уже нового проекта под названием Манео, схожую на финансовую пирамиду. Всем привет. Хочу сказать, что сегодня последний день, когда я оставляю ссылку на Манео. Если вы хотите, правда, поймать рыбу, сами, а не получить сразу готовую рыбу. Потому что многие просят денег, многие просят помощь у меня. А я хочу вам предоставить удочку, чтобы вы сами поймали эту рыбу. Я вам показал, как 14-летний... А сам Литвин нам периодически что-то втирает за торгового робота, который на пассиве зарабатывает 500% за 8 месяцев, когда банки предлагают всего лишь 10% годовых за вклад. И это далеко не все. Ведь в последние дни во всех более-менее крупных телеграм-каналах начал шуметь проект под названием «Гримас». И дальнейший сценарий данного проекта понятен даже сегодня. А самое интересное, что на весь этот беспредел МВД не возбуждает уголовные дела. Вопрос почему? Вот сегодня мы с вами все это и разберем. Как вы любите, в деталях и мельчайших подробностях. Ложа стра, но не погреет рук у нашего костра. А с вами, как всегда, я, Рюк, на связи Министерство правды, и мы начинаем. Мелстрой — это, наверное, одно из самых удивительных явлений на русском ютубе. Рассказав суть его канала неосведомленному человеку, он вряд ли поверит в то, что происходит на его стримах. Такого даже не показывают в фильмах. Поражает то, что за мое долгое пребывание здесь мы ни разу о нем не говорили. И пора это немножечко исправить. Это неадекватный человек в прямом смысле этого слова. Он давно слетел с катушек и грустно от того, что среди молодежи находятся люди, которые ставят его в кумиры. Я не хочу жить в мире, где есть место таким кумирам, которые плюют в лица людям, Бьют девушек. Боже, боже, который просто кидает зеркала, он такой, какой-то хуйнюши полный несет. Бля, а ты, а ты, а ты, а ты, а ты, на... Бля, знаешь, мне так хочется ебало разбить, вообще пиздец. Стравливают друг на друга людей и за счет превосходства в финансовых возможностях считают других людей предметом для издевок. Давай, давай, давай! Давай, давай! Непонятно, кто любитель такого омерзительного контента, но правды ради, Мэлстрой многое показывает. Как минимум, то, что люди за деньги сделают все, хоть мать родную продадут. Приват ли в своем детском мире то, что деньги нихуя не решают? Ну, блядь! Да это моя мать! Хуйся, сейчас у меня будет, долбоем! Суп! У человека буквально неограниченные ресурсы и забавно, что сами люди, кто к нему приходят, не против всего происходящего. А зрителю лишь подавай хлеба до зрелища. Насколько же люди жалкие, что они, видя бумажки, буквально сходят с ума и переступают через все грани моральных принципов. Год назад на дискоцикке все девчонки на базаре везда! Давай взорвем! А банку у меня дохуя! Я начал зарабатывать по 40 тысяч долларов в день, и мне просто похуй вообще! Девушки-студентки готовы за меньше чем 100 тысяч рублей на всю страну стать шлюхами, выпить стакан со слюной, переспать с руками-базуками, и это лишь вершина айсберга. Об этом я могу говорить бесконечно долго, и если вам это будет интересно, я сниму отдельный выпуск про Мелстроя. Просто дайте мне это знать в комментариях. Раз уж речь зашла о неограниченных ресурсах, то давайте раскроем этот момент более детально. По легенде, Андрей, а именно так зовут автора данного канала, зарабатывает деньги с выигрышей в казино. Большинство из вас ошибочно думают, что на самом деле он получает такие огромные деньги за счет реферальной системы, по которой люди проигрывают деньги в казино, и он получает с этого процента. Но это не так. Почему? Объясню дальше. Но должно быть понятно одно. Он действительно играет в азартные игры и реально сливает там деньги. Он самый, что ни на есть лудоман в прямом смысле этого слова. Почему-то данный факт почти все блогеры вырывают из контекста, но тем не менее от этого он не сильно беднеет, ведь его задача заключается в другом. Мелстрой – это пиар-машина казино. На донатах он явно не зарабатывает такие деньги. Да и по реферальной ссылке, которую ему дает казино, тоже. Потому что его аудитория – это любители трэш-контента и школьники. Такой контингент людей не является платежеспособным. Проект Мелстрой преследует другую цель. Он показывает, что можно вот так разбрасываться деньгами, играя в казино. Вы только посмотрите. Человек покупает себе золотой айфон. У нас не все в стране могут себе позволить обычный. Какой уж там золотой. Но специально под этот случай хочу вам рассказать про одну компанию, которая называется «Педант Маркет». Это абсолютно уникальный продукт на рынке, который позволяет вам сдать свой старый телефон, получить кешналом и забрать новый телефон по подписке. Подчеркну, что именно по подписке такого на рынке России не было. Хотя это и странно, ведь в США и Европе это не является чем-то новым. Мы живем в то время, когда по подписке берем все. От аренды жилья до подписки на музыкальные сервисы, кино и прочее. Теперь есть возможность взять что-то более интересное. А именно смартфон. Подписка представляет собой ежемесячные платежи. Но есть огромное отличие от той же рассрочки. Вам не нужно переплачивать проценты банку, и это будет более правильное с финансовой точки зрения решение. Да и за раз дать полную сумму немногие в состоянии. Особенно студенты. А перед малыми-то хочется козырять новым гаджетом. Более того, через год вы можете обновить телефон до новой модели бесплатно. Причем платежи останутся прежними, что и в первый период подписки. А если хотите оставить телефон себе, то просто вносите остаточную сумму. У Pedant Market более 500 филиалов по всей России. Множество довольных клиентов и хорошая репутация на рынке. Это лучше, чем покупать на вторичке у непонятных людей гаджеты. Поэтому, кому это интересно, я оставлю ссылку на ребят. Зайдите на их сайт и посмотрите, за сколько вы можете сдать свой телефон и получить кешналом. И сколько будет стоить свежий айфон по подписке. Повторюсь, ссылка будет в описании под видео. Удачи! И казино в этом случае играет в долгосрочную перспективу. Вспомним 1xbet, где они только не рекламировались. Их название было всегда на слуху. И даже через 5 лет, когда вам придет в голову мысль сделать ставку, первое, о чем вы вспомните, это 1xbet. И с вероятностью в 99% ваша ставка будет осуществлена именно в данной букмекерской конторе. Туда же идет расчет и у казино. Само собой, это далеко не единственный фактор. Еще важно понимать, что через эту схему отмываются огромные деньги. Но в политику уж совсем уходить не будем. Все и так, по моим словам, понятно. И все, что делал Мелстрой, это большие рекламные компании. Ему казино говорит, бери сколько хочешь денег, делай с ними что хочешь. Главное, чтобы все знали, откуда эти деньги. Все эти стримы я расцениваю исключительно как рекламные компании. Ну и сейчас он опять начал шуметь, раздавая налево и направо огромные донаты разным стримерам. Среднее значение донатов 1 миллион рублей. В донате указывается просьба побриться на лысо. Иногда он может докинуть еще денег и попросить убрать свои брови. Соответственно, если есть люди, которые готовы сожрать за деньги его говно, то найдутся и те, кто побреется. В общей сумме он надонатил в районе 40 миллионов рублей. Кому-то он кидал по 5 миллионов, кому-то меньше. Но главная его задача потратить 150 миллионов рублей, чтобы побрить всех. Иными словами, это просто называется кинуть кость в будку к собаке. Бля, какой маленький, скучненький зеленый петушочек. Ммм, вау. Он выглядит как идеальный клиент. Просто вау. Моя задача не в том, чтобы обсудить, кто лысый, кто согласился и так далее. Я даже знать не знаю этих ноунеймов. Суть не в этом. А в том, что это очередная рекламная кампания, которая весьма успешно продвигается и создает шум в медиа. Очень умный ход с его стороны. И это сильно поднимет его популярность. А казино это все окупит, как всегда, с лихвой. Единственный вопрос, который у меня возникает. Так почему он все еще на свободе? И почему, если появились вопросы к Томаеву, то к Мелстрою нет? Это же прям явный кандидат. Причем там можно что угодно порешить к этому делу. Взгляните просто на его стримы. Теперь вы знаете эту историю. Но уже под другим углом. А мы едем дальше. Суба запустил новый прогрев, который ничем не отличается от других. Только в этот раз уже идет пиар конкретного продукта, а не курса, как это было раньше. Название этому продукту – Манео. Всем привет. Хочу сказать, что сегодня последний день, когда я оставляю ссылку на Манео. Если вы хотите правда поймать рыбу, сами. А не получить сразу готовую рыбу. Потому что многие просят денег, многие просят помощи у меня. А я хочу вам предоставить удочку. Вы бы знали, как меня заебал этот Манео, который появился пару месяцев назад. Старые герои наших выпусков, например, Тучкин Виталий, чуть ли не жопу ставили, что это просто нереальная тема. Брали за вход в приватный чат деньги, чтобы узнать, что это за секретная тема. Лутали миллионы и просто говорили. Вот вам Манео, здесь можно зарабатывать. Собственно говоря, у вас может возникнуть и логичный вопрос. Что за Манео? Вот это, конечно, название. Манео, как заявляют создатели данного проекта, невероятная IT-разработка, которая поменяет в корне весь сегмент инфобизнеса. В чем же задумка? Задумка в том, что это платформа, в котором вы по подписке сможете смотреть все курсы, которые туда размещают различные инфо-цыгане. Вроде как звучит прикольно. Постараемся, конечно, закрыть глаза на то, что курсы там шляпные от каких-то говнорей. Больше интересно другое, а именно какой маркетинг они решили выбрать. И тут сразу все встает на свои места. Вместо того, чтобы сделать крутую платформу и ее развивать, они ушли в полную коммерцию. И в связи с этим начали наблюдаться признаки финансовой пирамиды. Они делают уклон на то, что если ты позовешь человека и он оплатит подписку, ты тоже с этого заработаешь в районе 7 тысяч. А также с каждым продлением подписки тебе за это будут оплачиваться проценты. А теперь я вам продиктую признаки финансовых пирамид, которые сюда идеально вписываются. Первое. Выплаты участники получают из денег, которые внесли новые вкладчики. Второе. Много рекламы в СМИ и интернете. Третье. Запутанный план выплат. Четвертое. Обещание гарантированной сверхдоходности без должной аргументации. И пятое. Отсутствие лицензии. Насчет последнего пункта не буду ничего утверждать, потому что я даже зайти не смог на их говносайт. Создатель этой компании профессионал своего дела. Знакомьтесь. Сейран. Любитель пофантазировать, романтик и продюсер запусков, который сколотил себе на этом целое состояние. В свое время он перепродюсировал очень многих блогеров. Соответственно, эти знакомства никуда не делись. Именно поэтому его рекламируют другие. Понятно, что не за спасибо. Как такой человек может вызывать у вас хоть какое-то доверие, если он лично участвовал во всех этих пустых, как барабан запусках? На вопрос, откуда находить людей, вам скажут, приглашайте друзей. Какой человек в здравом уме предложит своим друзьям этот кал и вообще под каким предлогом? Никогда не будет хорош тот продукт, который заманивает к себе народ не за счет качества и пользы, а как раз за счет подобного говна с явными признаками пирамиды. Им поебать на саму концепцию, которую они хотят продвигать. Им просто хочется запустить некую воронку, которая будет работать в автоматическом режиме. У них наряду со вкладкой учиться находится вкладка зарабатывать. Боже, какое же дерьмо! Так как Суба является другом Сейрана, то они легко нашли общий язык. Вот тут они вместе празднуют день рождения. Дружбы. Здесь все мои друзья сидят, поэтому всегда буду говорить про дружбы. Все мои близкие здесь. Илья Сейран. Это два человека, за счет которых я, наверное, заработал свои самые большие деньги. После этих людей я почувствовал, что такое вообще жить. Вот. И самые дорогие покупки. Мы делали с ними общие проекты. До сих пор делаем общий проект. До сих пор дружим. И помимо того, что мы делаем проекты, у нас еще есть дружба. Спасибо, что пришли. Спасибо от моей супруги Ники. Ника, тоже спасибо, что делали со мной этот вечер. Ничего умнее они не придумали. Как сделать очередной прогрев? Классика говнопрогревов тоже сохраняется. Короче, рассказываю, что я придумал. Я хочу изменить жизнь пятерым из вас. Пятерым своим подписчикам, кто прямо сейчас меня смотрит по ту сторону экрана. И хочу сделать реальти-шо, в котором я проведу с вами две недели. Вот очень крутые, интересные, насыщенные дни. Напишите, как вам идея. Самое ценное и важное, что каждый из пятерых участников сможет заработать от 50 тысяч рублей на одной инсайдерской информации нового проекта. Про этот проект первым узнают как раз-таки эти пять человек. И вы будете свидетелем того, как они это будут делать. Опять? И опять основа. Суба собрал пару подписчиков, провел с ними время и параллельно обучал их заработку на Монео. Правда, не совсем понятно, чему там обучаться, но хуй бы с ним. Потом показываются результаты подписчиков. Например, 15 тысяч рублей за день. И, как всегда, идет давление на триггеры. На удивление, это до сих пор работает. Вот, ребят, расскажите, пожалуйста, как вам приложение? Заработать можно, плюс там это учеба есть, заработать можно, конечно. Бля, мне смешно. Рустам, скажи ты, брат, как тебе приложение? Ясно, объективно, считаю, за приложение будущее очень легко зарабатывать. Очень легко даже не напрягает. А ты, брат? Нет, я уже столько денег заработала, никогда столько денег не зарабатывала. Скажите для людей, какую подписку лучше всего приобрести? Лучше за пятак, в экстрее зарабатываете. Да, профессиональный тариф, я считаю, самый лучший тариф. Потому что там больше обучения. За день, ну, очень неплохо заработал, ну, не напрягаясь. Просто на телефоне. Ну, у меня давно такого не было. Чтобы я получал от какой-либо действия удовольствия. А ты кого друзей звал? Да, никого больше. Друзей, знакомых. Для тебя, как человек, который вообще не принимает в этой сфере ничего, тяжело? Вот тебе, по сути, объяснили, ты сразу за день начал продавать. Тяжело это или нет? Нет, конечно. За один день, я говорю, я почти сделал месячную зарплату. Ну, вот сколько бы ты сделал за один день? За один день? Ну, смотри, 15 тысяч, 15 700 сделал. Это не за один день, это я сделал за 6. Вау, я тоже хочу таких результатов. Как хорошо, что один из участников обучения дал развернутый ответ на данный вопрос. А именно, как зарабатывать. Ребят, есть разные стратегии по заработку в Монео. Я выбрал самую простую. Это начать с друзей и знакомых. Берешь телефон, открываешь свои контакты, берешь бумажку, листочек и переписываешь все туда. И после этого начинаешь обзванивать и предлагать дайв. Алло, Вартан, здорово. Че делаешь, работаешь? Братишка, хочешь никогда не работать? Есть железная тема, Монео называется. Ну, там курсы, сам понимаешь, инфобизнесы на все моменты. Пошел тебе нахуй, говорю, ебать. В смысле пошел нахуй? Да уж, так можно и без друзей остаться. Вот серьезно, если бы мне позвонил мой знакомый с целью пихнуть мне доступ в Монео, он был бы успешно послан на три буквы и занесен в черный список с клеймом Дауна. Помните, были раньше ребята, которые в Инсте, ВКонтакте написывали в личку с мега крутым предложением, заманивая в сети в уху? Так вот, тут примерно та же система. Ты одиночка, посмотри на меня. Вокруг меня нет никого. Я никому не нравлюсь, чувак. Какие выводы? Если вы хотите заебать всех вокруг с просьбой перейти по вашей рефералке на Монео и потерять своих друзей и знакомых, это отличное решение. Ну, а мы едем дальше. Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с новыми преимуществами. Теперь с кэшбэком за все покупки и бесплатным снятием наличных. Литвин и торговый робот. В течение года мы неоднократно замечали сторисы Литвина, где он хвастается огромной доходностью за счет своего торгового робота. Цитирую. Короче, торговый робот у меня пашет уже 8 месяцев. За это время он нахуячил 500%. Это очень дохуя. Как на такое быдло подписываются люди, мне непонятно. Может мне кто-нибудь объяснит, в чем его феномен. К сожалению или к счастью, для своей аудитории не смогу его дать для всех ребят. Ибо есть правила, которые не все смогут следовать. Поэтому зайти смогут только мои кенты или люди, с кем у меня открыт директ. И только с большим депозитом. Поэтому пишите, братья. Ты че, с дуба рухнул? Какие нахуй 500% за 8 месяцев? Ты о чем вообще рассказываешь? Вы знаете вообще, что такое 500% за 8 месяцев на рынке Форекс? Это 62,5% прибыли каждый месяц. Такого просто не может быть. И сейчас объясню почему. Начну с того, что я знаю, о чем говорю. Как минимум потому, что являюсь профессиональным трейдером. И 90% моих торгов составляет рынок Форекса. На котором как раз таки и работают все эти роботы. Предпочтительно я торгую пару евро-доллар. Фунт иногда могу взять золото. Так вот, я знаком с множеством крутых и известных трейдеров. Знаю много кого из комьюнити и все в один голос скажут. Крутой трейдер тот, кто может стабильно зарабатывать каждый месяц 5-10%. Даже 10% в месяц сделать крайне сложно. За 8 месяцев это всего лишь 80%. Понимаете, я ни разу не слышал, чтобы кто-то зарабатывал каждый месяц по 60%. Мы потратили кучу времени, чтобы прийти к какому-то уровню. Получали знания и боролись со своей психологией. А зачем, когда есть робот, который ты просто один раз настроил. И он тебе несет 60% в месяц. Сука, в конце концов банки предлагают до 10% годовых. Если бы все было так, никто бы не работал. Все просто сидели бы на этом роботе и плевали в потолок. Как можно так нагло пиздеть, при этом ни капли за это не краснее? Литвин уже давным-давно показал свое истинное лицо. Его пацанячий образ адекватным людям не внушает доверия. Можно перечистить много ситуаций, где он замешан в откровенном скаме. Его ставочный проект Литвин ставит. Ребята, всем привет! Посмотрели, изучили. А теперь хотелось бы вам сказать, что не переживайте. Все по-честному. Вы сами знаете, как я дорожу своей репутацией. Поэтому за качество и за честность этого проекта я литвин. Курс по Вайлдберрису, курс по крипте, рекламы нелегальных букмейкеров, инфо-цыган, сомнительных персонажей. И отдельно выделю пиар Андрея СД, который сейчас, между прочим, в розыске. Теперь и до торгового робота дошли. И это лишь все, что я смог с первого раза вспомнить. Порой складывается ощущение, что у него аудитория это рыбы, которые все забывают сразу. Он давно должен был зашквариться, но, видимо, людям нравится, когда им плюют в лицо. По-другому я не знаю, как это еще можно объяснить. Все эти торговые роботы это лохотрон. Зачем тогда существует профессия трейдера, если все можно доверить автоматике? Я не знаком ни с одним человеком, кто этим пользуется. Зато знаю тех, кто на продаже роботов зарабатывает миллионы. И, скорее всего, мы это и увидим. Пока он просто периодически про него что-то вкидывает в сеть. Это все сказки из разряда басни Крылова. Включайте логику и критическое мышление. В таком случае все встанет на свои места. Гримас это скам? Вы тоже заметили, как все крупнейшие паблики в Телеграме начали активно рекламировать криптопроект под названием Гримас, автором которого является некий Одиссей. Волна хайпа с каждым днем растет в геометрической прогрессии. Запускаются всякие челленджи, где все называют себя Одиссеем. И под это закупаются тонны рекламы. Наверное, все не до конца вдуплили, о чем я вообще рассказываю. Поэтому самое время ввести вас в курс дела. Что такое Гримас? Гримас это щиткоин, который не так давно залистили на одной из популярных бирж. В двух словах, просто монета. Она показала хороший рост на фоне хайпа. И многие думают, что это продолжаться будет вечно. Но, как обычно, со слезами на глазах будут писать мне. Подобные проекты несут огромные риски потери денежных средств. Как минимум, потому что в них нет абсолютно ничего, что их удерживало бы на рынке. Это мусор в мире крипты. Гримас не несет в себе ничего фундаментального. В нем нет новых технологий. Все, что в нем есть, это комьюнити Одиссея. Но и на одном комьюнити далеко ведь не уедешь. Примеров скама подобных проектов сотни. И мы в телеграм-канале у себя выкладывали даже статистику за прошлый год. 350 скам монет появлялось каждый день. Как вы можете инвестировать свои деньги на серьезных щах в раздутую телеграм-пабликами монету? На что вы рассчитываете? Мы крайне не рекомендуем вкладывать туда свои деньги. С огромной долей вероятности вы их потеряете. Всегда трезво взвешивайте свои решения. Главная цель любых спекуляций – сохранение капитала. И только во вторую очередь его увеличение. И Рюк не был бы Рюком, если бы он вам не подкинул очень интересную информацию касаемо Одиссея. Данной информацией со мной поделился анонимный источник в предложке. Поэтому давайте я его процитирую. Парню 21 год. Нищеброд, который свалил в Таиланд незадолго до СВО. Чутка разбогател на крипте в период бума 21-го, когда любая палка превращалась в дерево. Но все просадил в дальнейшем на фьючерсах. Продавал торговые сигналы, делая випку. До этого чуть-чуть работал в крипте на саппорте. Учился в Санкт-Петербурге, но отчислили. В своем блоге выступает умником по стилю Ghost in the Block. Проводит всякие раздачи по 100 долларов на толпу, параллельно с торговыми идеями. Иногда неудачными, будто с целью раздуть и покрыться. История с ВК-коинами и блинг. Дело даже обменник для ВК-коинов, но словил бан депозита от Киви. И в очередном приступе голодников ему намекнули, что он создал и шилил одно время. Когда Маск и Мак в Твиттере обсуждали прием догов для оплаты фастфуда. Токен Grimass. Он подтянул некое количество программистов из-под 500 из-за плюшки. И замутил обменку щитка на обернутые доги. Завел несколько знакомств с менеджерами BitGet и сделал там копитрейт. Также на канале шилит иногда щиткоины, бабки с которых пойдут на поддержку этого гримаса. Он об этом пишет в открытую. Также рекомендую посмотреть на распределение монет по адресам. Халдит огромное количество монет. Внезапно вновь разбогател, раздает долги, набранные на голодняках с этих денег. В целом продукта проекта нет. Ведь Мак не примет гримас к торгам из-за левого происхождения. Но ресурс позволяет ширить проект по всяким топорам и подобному. Важно понимать, что это может быть и вбросом. Я пока не успел изучить толком Одиссея. Но если будет интересно, без проблем это сделаю. Вывод здесь один. Этот проект не стоит ваших инвестиций. А то выйдет себе дороже. Помяните мое слово. Кто не в курсе, почти все новости из моих выпусков ранее были кратко прокомментированы в моем телеграм-канале Министерства правды. Сколько же интересных новостей появляется каждый день. И все это снимать, монтировать и готовить для выпуска на ютубе мне физически не хватает времени. Да и некоторую информацию здесь просто нельзя показывать из-за правил площадки. Именно поэтому я всем советую быть подписанным на мой телеграм-канал. Также вы всегда будете первыми знать о любых сливах, инсайдах и анонсах новых роликов. Мы там часто сливаем то, что сливать нельзя. Ссылка будет в описании под видео. Подпишитесь! Вот и все. Неплохая получилась история. Интересная, веселая, порой немного грустная. А главное поучительная. Она научила нас понимать, за что получает деньги Мелстрой и для чего запущена акция с бритьем стримеров. Помогла выяснить, что вы можете столкнуться с одиночеством, если втянетесь в Монео. Она показала, что вранье Литвина не имеет границ и объяснила, почему не стоит вкладывать деньги в гримас. А самое главное в этой истории – счастливый конец. Мы снова все расставили по своим местам. Но как это обычно бывает, когда заканчивается одна история, всегда начинается другая. Поэтому ждите новых выпусков. А на сегодня у меня все. Каждому, кто досмотрел видео до этого момента, огромное спасибо. Не забывайте поддерживать мой канал подписками, лайками и комментариями. Например, какую тему вы бы хотели, чтобы я осветил в дальнейших выпусках. До скорых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok